Сегодня в программе своими глазами. Мы продолжаем наше путешествие на Мерседесе Виана по ущельям Кавказа. Немного истории, особенностей национальной кухни, а также новогодние сюрпризы на зимних горных дорогах. Сегодня погоду подарил нам замечательный день. Наконец-то открылись все горы вокруг и видно всю природу. В 1966 году впервые в горах побывал Владимир Высоцкий. Именно здесь, в ущелье Одолцу и там дальше, неподалеку от горы Шхельда, снимался легендарный фильм «Вертикаль». По замыслу режиссеров, основой фильма должны были стать песни Высоцкого. Однако до съемок поэт никогда не бывал в горах. Знакомить его с горами взялся сам Станислав Говорухин. Во время съемок актеры долго жили на леднике, ходили на подходы, встречались со старыми альпинистами. Летом 1966 года Высоцкий провел в этом ущелье два месяца и заболел горами. Здесь в альплагере Шхельда родились знаменитые «Если друг оказался вдруг» и «Лучше гор могут быть столько горы». Обратите внимание на этот камень. Здесь каждый уголок, каждая зацепка, как называют их скалолазы, уже в буквальном смысле слова стерта и замусолена. Ну, знаете, как лестница в старом доме. А все потому, что на этом камне тренировались еще первые советские альпинисты. Обычному человеку, который гуляет здесь по туристической тропе, все горы вокруг, да эти камни ничего не скажут. Но это живая история. Каждая гора – это судьба. Судьба человека, судьба команды. История победы человека над самим собой. Наконец, история покорения горных вершин. Именно этим, в первую очередь, знаменито ущелье Адалсу. Было время, когда альпинистские лагеря пришли в запустение. Но сегодня на камнях у дороги снова можно увидеть людей. С самого утра в долине слышен звон крючев. Это тренируются молодые начинающие альпинисты. Здесь масса классных маршрутов, на самом деле. И есть еще возможности для первопрохождений. Моя любимая вершина Шхельда. На нее очень много раз ходил и совершал первопрохождение. В том числе, я бы из таких суровых вершин назвал, конечно, Ужбу и Четын. Хотя они сейчас находятся в Грузии. Но для настоящих экстремалов попасть в Грузию и залезть на Ужбу или на Четын является дополнительным приключением. Красоты и приключения. Вот что притягивает сюда людей. Ущелье носит название Адылсу. Но в переводе с балкарского – красивая вода. По соседству есть другое ущелье. Оно называется Адырсу, что означает «быстрая вода». Чтобы попасть в ущелье Адылсу, нужно воспользоваться вот этим уникальным инженерным сооружением. Это автомобильный подъемник, который был построен здесь в 1961 году. Он способен поднимать наверх не только легковые автомобили, но даже грузовики и автобусы. Что ж, чтобы подняться в долину, мы сейчас тоже воспользуемся этим подъемником. Плату принимают там наверху. Въезжаете на площадку, даете сигнал. И когда поднимаетесь наверх, расплачиваетесь. Едем. Въезжаете на площадку, рекламу снимаете. Местные торговцы уверены, что мы снимаем для них рекламу, поэтому нам везде зеленый свет. Сейчас нас, наши вяны, поднимут просто в гордом одиночестве. Целая толпа туристов будет ждать нас внизу, смотреть, как мы будем кататься туда-сюда, снимать проезды. Все потому, что Расул договорился. Это Кавказ, здесь все так решается. Если кто-то, чей-то друг или брат или сват, все будет сделано, все как надо. А Шамеля все нет. Подъемник, безусловно, одна из достопримечательностей и входит в местное золотое кольцо. Как известно, свято место пусто не бывает. Внизу быстро обосновались торговцы. И Расул со своим осликом по имени Петросян. Фото на память на фоне инженерного чуда в обнимку с Петросяном всего 30 рублей. От желающих нет отбоя. Оказалось, что дороги дальше в это ущелье зимой просто нет. Снега по колено. Ну что ж, мы расскажем о его красотах как-нибудь в следующий раз, когда будем на другом автомобиле. Точно полноприводном. Едем вниз, опять же, тем же путем на подъемнике. Вы будете удивлены, но в Баксанской долине есть свое метро. Вот эта буква М свидетельствует о том, что здесь работал метрострой. Ну, конечно же, на самом деле это не метро. Как мы узнали, это специальный туннель, в котором работали ученые. Поселок здесь по соседству называется Нейтрино. И не случайно в этом туннеле, который проходит практически всю гору насквозь, были специальные установки, которые позволяли изучать сверхскоростные частицы. Именно поэтому поселок и называется Нейтрино. Или ласково на местный манер Нейтринка. Настало время перекусить, а заодно познакомиться с местной национальной кухней. Чистый горный воздух и природа способствуют отличному аппетиту. Вот и мы проголодались и решили зайти перекусить. А это можно сделать в любой вот такой кафешке, которых множество в каждой долине. Это кафе называется Куанч, в честь вот этого молодого человека. Скажи, пожалуйста, что означает твое имя? Радость. Радость? Значит, все посетители вашего кафе ощущают радость, когда приходят к вам гости? Да. Ну что ж, пойдем и мы отведаем блюда местной балкарской кухни. Так, что ж, посмотрим, что здесь можно такого вкусненького съесть. Вот меню. Первое блюдо. Шурпа, солянка, борщ, плов, хачаны, шашлык. Ага. Ну что ж, пойдем пока займем места, самые почетные, в самом дальнем углу. А потом что-нибудь закажем, посоветуемся, потому что в кавказской кухне не очень разбираемся. Спросим у хозяина, что тут повкуснее. В итоге на первое решили взять шурпу, бульон с куском мяса и картофелем, и шашлык, а также чай с облепихой. Из всех блюд, которые мы здесь сегодня попробовали, особенно стоит отметить вот этот чай с облепихой. Дело в том, что облепиху здесь никто не воспринимает как садовую культуру, поскольку она здесь растет диким образом, причем в совершенно невероятных количествах, как сорняк. А чай, который получается из нее, очень питательный, вкусный напиток. Говорят, устанавливает силы. Подкрепившись, можно снова отправляться в путь по горным дорогам. В Прельбрусе на горных дорогах часто встречаются вот такие экспонаты. Однако, это не музей, ведь вся техника полностью исправна и работает. Можем сейчас в этом легко убедиться. Как говорится, если вы хотите перекрыть горную дорогу, самый надежный способ установить на возвышении вот такое орудие. И будьте уверены, враг не пройдет. Однако, эти орудия устанавливают в различных ущельях напротив лавиноопасных склонов, для того, чтобы лавинщики смогли предупредить вход больших лавин. Вот эта пушка установлена как раз вот напротив этого склона. В случае, если выпадет много снега, и будет велика вероятность входа лавины, которая сможет засыпать дорогу, либо повредить лагерь, который находится внизу, лавинщики объявляют стрельбы. То есть, все население, все туристы, все оповещены, что в этот день будут стрелять лавинщики, и будут сходить лавины. Они приезжают с боеприпасами, все как положено, рассчитывают угол, и дают пару снарядов в нагруженный склон. То есть, склон, который вот-вот сорвется вниз. Тем самым вызывает самую настоящую лавину. Однако и без лавин проблем на дорогах хватает. В этом мы убедились в канун Нового года. Сегодня 31 декабря, канун Нового года. Вот по этой самой дороге мы вчера проезжали в три ночи. Честно скажу, заехали с трудом. Горка, которая дальше, заехали со второго раза. И вот сегодня в 9 утра произошла такая вот просто ситуация. Не знаю, назвать ДТП сложно. Сорвался автобус. Вот на этой скользкой дороге по дороге вверх в наш лагерь, в МЦЛ Брус, многотонная машина понесла вниз и вот сорвалась, повисла на газовой трубе. На самом деле, ситуация очень тяжелая, потому что достать в предновогодний праздник какую-то тяжелую технику, трактора, краны практически невозможно. Вот приехали два крана, но они здесь не помогут. Еще осложнена ситуация тем, что автобус повис на газовой трубе, который снабжает теплом все лагеря, которые находятся выше. Уже собралась большая пробка, поскольку наверху находится много людей и внизу дорога всем нужна. Она, по сути, перекрыта. Только могут проехать легковые машины. Что ж, будем надеяться, что автобус сегодня достанут. Очень повезло, что в нем не было людей. Конечно, наверное, причина в дороге, потому что она здесь очень тяжелая и сложная. На самом деле, как спасательная операция, мы обязательно проследим, как она пройдет, потому что это будет что-то взряду выходящее. Автобус висит над ущельем, с оттуда, который метров 300. Извечу, оттуда будет довольно тяжело. Ты у вас автобус? Да, наш автобус. Мы ехали. Ты не смотришь здесь? Не, не мы. Он ехал за нами на базу. Нас в нем не было. Он отвез утром горнолыжников на горы и ехал за нами. И был пустой. Видать, его может поведу. Лед сплошной. На подъеме автобус буксанул и пошел, как на санках. Колеса крутятся, а он с юзом идет. Машина не очень пострадала. Самое главное, что люди все живут. И то, что с дорогами творится. Сейчас водители все, автобусники сидят наверху. Они говорят, мы спускаться не будем, потому что лед сплошной. Дорога действительно оставляет желать лучшего. Говорят, подобные происшествия здесь не редкость. Один раз здесь разогнались на спуске и просто неаккуратно начал тормозить, понесло юзом. И вот спас только высокий сугроб. Так служба, выговоры сделали, чтобы не чистят дороги и не посыпают солью. А это что, не песок? Ну где песок? Это песок какого угла. Вот дорогу должна быть. Да какого угла? Позавчера осыпали. Он же притаптывается, понимаете, в чем дело? Да, на чем вы говорите. Ну как о чем говорите? Вот 10 раз сыпят. Да они не будут тебе кашли. Дорожников надо подать в суд. Результат вот он, что говорить. Конечно, это неправильно. Результат на листы, говорить уже нечего. А вообще не надо ездить тогда. Кто прав, кто виноват, выяснят потом. А пока надо каким-то образом доставать автобус. Пытаться. Бульдозер сейчас, бульдозер притянут. Раном зацепим за зад, чтобы не... Ну, на всякий случай для страховки. И будем потихоньку подтягивать. Ситуация осложняется тем, что до Нового года остались считанные часы. И дозвониться до кого бы то ни было невозможно. Все приходится решать самим. За дело сообща взялись начальники туристических баз. Все-таки туристы приехали именно к ним. Перед родственников и знакомых удалось найти бульдозер и кран. Механиков и водителей пришлось буквально вытаскивать из-за праздничного стола. Инспектора ДПС со своей стороны привезли длинный и прочный трос. Вот так, с миру по нитке, к вечеру все было готово для спасательной операции. Надо сказать, что сам подъем занял всего несколько минут. Видно, опыт в таких делах имеется немалый. Вчера я и Карус поднимал, тоже самое. А как же ситуация? Ну, правда в яму, на бабу пал. Ну что же, история продолжается. Вот уже стемнело. И теперь пытаются, автобус извлекли из кювета, из обрыва, на котором он висел, подняли с помощью крана трактора. Все удалось, прошло успешно. Спасибо ребятам, трактористам. Вот они до сих пор водятся. Теперь задача автобус поднять наверх, поскольку места для разворота внизу просто нет. Автобус может двигаться самостоятельно. Он не пострадал. Но на этот раз его будет страховать бульдозер. Поэтому все передвижение происходит очень медленно. Во всей этой суматохе мы случайно наткнулись на очевидца утренних событий. Мы стояли, они два автобуса стояли. Один внизу с людьми, а этот, ну слава богу, без пассажира был. Чуть выше. И, значит, задний сдался пропустить нас. Сверх у нас две машины было. Этот тоже начал сдавать назад. И вдруг вот так вот поехал, значит, заворачивая. А я еще подумал, неужели он на такой узкой дороге собирается, вот такая махина собирается развернуться. И вот, ну он дальше не остановился, вот как он ехал вот так вот. И так пошел, мне чтобы не затормозить ничего там, судро, в принципе. Да, да, да. И уже туда нырнул. Слава богу, там сосна вот такая была. Все хорошо, что хорошо кончается. Наконец, общими усилиями дорогу удалось освободить. Как раз к Новому году. Вот так священ Новый год в Прельбрусе. Мы на Чигетской поляне. Все только начинается. Перевещу вся ночь гуляний. Всех с Новым годом! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ